Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте. Смотрите сегодня. В Сочи для выявления самостроев создадут рабочие группы. Как они будут действовать, определили на планерке главы города. В Сочи снова проверили гаражи на Альпийской. Полиция обнаружила там беспаспортных граждан. Наплевать на ПДД. В сети появились сразу два видео о хамстве на дорогах в Сочи. Ровным строем с песней на устах. Лучшие команды Центрального района сегодня приняли участие в военно-патриотическом смотре. Благоустройство кубанских городов и создание в них комфортной среды Вениамин Кондратьев обсудил с общественниками. Глава региона встретился с представителями местного отделения Общероссийского народного фронта. С активистами Общероссийского народного фронта губернатор общается регулярно. Благодаря совместной работе удалось достичь немалых результатов. Более полутысячи многодетных семей получили земельные участки, которым в ближайшее время подведут электросети. Разрабатывается документация по реконструкции ейского водопровода. Почти в 30 муниципалитетах займутся освещением дорог. Также общественники активно участвуют в реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. Для решения многих вопросов активисты Общероссийского народного фронта постоянно взаимодействуют с чиновниками разных уровней. Нету для народного фронта, для вас, представителей народного фронта, членов народного фронта, закрытых кабинетов чиновников и закрытых документов. Поэтому вместе, почему я исхожу из этого формата, вместе мы с вами находим проблемы и вместе же их решаем. Многие раньше говорили, сегодня не говорят, что народный фронт это проект. Я считаю, это не проект. Никаким проектом он сегодня не является. И то, что сегодня они делают, это сегодня нужно. Нужно обществу. На Кубани общественная организация работает уже пять лет. Она объединила уже порядка 10 тысяч человек. За это время, по словам Вениамина Кондратьева, краевое отделение Общероссийского народного фронта зарекомендовало себя как объективная и, что важно, действенная организация. Мне очень важен прямой диалог с вами, прямой контакт. Вне тех чиновничьих традиционных, можно сказать, докладов, для того, чтобы я четко понимал вашими глазами, что происходит на Кубани. Какие тут процессы, насколько они сегодня успешны, насколько они сегодня ощутимы с точки зрения восприятия человеком, жителям края, что вокруг него происходит или не происходит. Я еще раз подчеркиваю, для меня принципиально, чтобы происходило, ну в лучшую сторону. Сегодня в регионе достаточно средств, чтобы мы могли решать, системно решать многие проблемы. Ну, конечно, на одномоментное решение проблем, всех проблем, которые накапились, конечно, сходу денег нет. И вопрос опять возникает тех же приоритетов. И вот здесь я согласен вместе с вами расставлять приоритеты по расходованию финансовых средств из бюджета. Мы уже несколько раз с вами встречаемся на регулярной основе с вашими заместителями, с вашими министрами. И поверьте, что наши общественники научились к этому, пристроились к этому формату, не боятся задавать вопросы, а ваши подчиненные не боятся на них отвечать. И на вазе нашего регионального деления, в нашем штабе мы с регулярной основой проводим дискуссии, ставим вопросы на очень злободневные темы. И, в принципе, мы настроили такую работу, что вопросы, которые мы готовы за период, за 2017 год, скумулировать и предоставить вам, мы их поместили вот в такую папку. Папку с актуальными замечаниями и предложениями сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта передал Вениамину Кондратьеву. Глава региона, в свою очередь, пообещал, что после изучения всех вопросов еще раз встретится с представителями общественного движения. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Ситуацию с пострадавшими дольщиками Новороссийска держит на контроле глава региона. Губернатор Вениамин Кондратьев поручил своему первому заместителю Андрею Алексеенко разобраться в проблеме. Завтра в городе Героя губернатор встретится с жителями, пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. В последнее время поступает очень много обращений от дольщиков Новороссийска. Завтра туда поедет мой первый зам Андрей Алексеенко, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией и проработать с жителями пути решения проблемы. Вопрос обманутых дольщиков является приоритетным для краевой власти. Только в прошлом году в Краснодарском крае было введено в эксплуатацию 75 проблемных домов. В этом году уже 14 многоквартирных объектов. В Сочи ежедневно реализуются так называемые «малые дела». Это выполнение поручений жителей. В каждом районе курорта обустраивают площадки, детские и спортивные, благоустраивают тротуары, ремонтируют дороги, спиливают аварийные деревья. Сегодня «малые дела» активно решались в Центральном районе. Спил деревьев – одна из актуальных тем на сегодня. В Сочи сотни аварийных деревьев, их постепенно ликвидируют, в том числе с территорий многоквартирных домов. Сегодня высохшее и опасное растение спилили у сотого дома на улице Пластунская. На очереди еще целый список отмечают в администрации Центрального района. Стараемся их как можно больше обработать, успеть, потому что, сами знаете, стихия, ветра, дожди, корневая система у многих деревьев уже слабая. Дендорологи обследуют, те деревья, которые попадают в нам в списки, мы их отрабатываем в кратчайшие сроки. Сегодня же в Центральном районе приступили к благоустройству территории вокруг лицея номер 23. Здесь, на улице Пирогова, восстанавливают дорожное полотно и благоустраивают тротуар, который ведет на улицу Виноградная. Корнями деревьев поднял асфальт. Принято решение сейчас полностью демонтировать старый слой, сделать отсыпку и сделать новый тротуар. Снятие существующего асфальта – это методом фрезерования. Потом устройство верхнего слоя толщиной 5 сантиметров. Все работы производятся с учетом СНИПов, ГОСТов. Есть гарантийные обязательства. Мы, как подрядная организация, на себя принимаем эти обязательства. И по срокам тоже укладываемся. Работы по замене тротуара и замене асфальтового покрытия планируют завершить в течение двух дней. Ну и, к слову, только в первом квартале в Сочи отремонтируют 23 дороги. Этот список составлен исходя из пожеланий местных жителей. К другим новостям. Самовольное строительство, санитарное состояние и благоустройство – эти и ряд других вопросов вошли в повестку дня очередного планерного священия при главе города. Оно состоялось сегодня. Все подробности в нашем следующем сюжете. Начали планерку с вопроса, не теряющего актуальность уже несколько лет. Это самовольное строительство. В прошлом году в Сочи насчитали 17 самостроев. В этом уже 39. По инициативе администрации на каждый из объектов судом уже наложены обеспечительные меры в виде ареста. Тем не менее, мэрия, не имея контролирующих строительство функций, в рамках только своих полномочий не решит эту проблему. Поэтому будут созданы районные межведомственные рабочие группы с участием представителей прокуратуры и Краевого департамента по надзору в строительной сфере. По типу тех, которые выявляют и пресекают незаконные канализационные сбросы. Что касается самостроя, возглавлять эти группы будете вы, главы районов. Задача одна – написать заявление и подать в суд на приостановление. Добиться этого. Ежедневно главам районов проводить совещание по рассмотрению вопросов законного строительства. Городская комиссия будет собираться ежемесячно с участием прокурора района, естественно, под руководством главы города. В целом же результат борьбы с самоволками очевиден. Только за последние два года количество нелегально возведенных многоэтажек в Сочи уменьшилось на 70%. К лицам, которые прямо или косвенно причастны к возведению самостроев, подчеркнул Пахомов, применяются самые жесткие меры. Так, сегодня глава курорта потребовал возбудить уголовное дело на уволенного начальника управления архитектуры Адлерского района. На объекте, который строили его родственники, были обнаружены признаки самовольной постройки. Также на планерном совещании сегодня говорили и о реализации федерального проекта «Комфортная городская среда». До 9 февраля сочинцы путем голосования в районных администрациях оставляли свои пожелания. Предлагали в конкретных местах облагородить скверы, прогулочные зоны, набережные рек. От жителей поступило 1633 предложения по общественным территориям. По районам Адлер 366, Хоста 563, Центр 578, Лазаревка 126. В итоге с более чем полутора тысяч были отобраны 16 наиболее популярных предложений. Свой голос за одно из них можно будет отдать 18 марта. В день выборов президента в Сочи откроются 167 счетных участков для голосования за комфортную общественную территорию. Таким образом на курорте будет определено 8 мест, где в этом году появятся новые парки и скверы. Это интересный подход, когда с людьми надо посоветоваться, где бы они хотели видеть сквер, где бы они хотели видеть в каком виде этот сквер, что там должно находиться, площадка детская, либо спортивная площадка и так дальше. Сегодня наша задача это по большому счету создать условия для отдыха непосредственно по месту жительства. Новые парки будут сделаны по типу тех, что открыли в районе Фабрициуса или, например, на Бытхе. На благоустройство одного сквера будет потрачено более 35 миллионов. Всего же из федерального бюджета на создание комфортной городской среды Сочи в этом году получит 250 миллионов рублей. Анатолий Пахомов также подчеркнул, что до 1 марта у сочинцев будет возможность вносить дополнительные предложения по обустройству скверов. Эти проекты реализуют за отдельные, уже привлеченные средства. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В Сочи снова проверили гаражи на Альпийской. В рейд отправились сотрудники полиции, представители администрации города, коммунальных служб и общественного совета при УВД. Основная цель рейда – профилактика преступлений, а также выявление нарушений миграционного законодательства. На Альпийской находится более 60 гаражных кооперативов. В результате проверки выяснилось, что 186 гаражей сдаются в наем как жилье и 29 – под магазины и склады. Кроме того, обнаружено 37 заброшенных строений. Самые распространенные нарушения здесь – это проживание без документа, удостоверяющего личность. Чаще всего встречаются такие нарушения, как незаконное проживание иностранных граждан в данных строениях. Поэтому мы просим всех жителей и гостей нашего города, кто обладает информацией о подобных нарушениях, незамедленно сообщать в полицию по телефону 02. В Сочи беременная из Челябинска устроила драку на дороге. В сети обсуждают инцидент, произошедший 19 февраля на автомобильном кольце у моста через Мзымту в Адлере. Как сообщает портал «Блокнот Краснодар», беременная женщина за рулем Мерседеса с челябинским номером с тремя буквами «А» не захотела следовать правилам дорожного движения и уступать дорогу находившемуся на круге минивену. В результате недопонимания на дороге и из минивена вышла женщина и подошла к немецкой иномарке. Водитель Мерседеса, беременная женщина, также решила выйти из авто и, вступив в спорт, толкнула свою оппонентку. После этого беременная автоледи решила куда-то позвонить. Чем закончился, спор неизвестно. В комментариях к видео пользователи сошлись во мнении, что водительница попросту воспользовалась своим положением, понимая, что на ее хамство сложно ответить таким же методом. Ну и еще один любитель демонстративно нарушить правила дорожного движения попал в интернет. В сети появилось видео, где белый внедорожник едет по тротуару на улице Арджинькидзе. Движение на автомобильной трассе вполне свободное, но водитель по непонятным причинам решил свернуть на пешеходную зону. Возможно, это видео послужит поводом для правоохранителей найти хулигана. И печальная новость. Олимпийский чемпион Литвинов умер на сборе в Сочи. Сергей Литвинов – старший олимпийский чемпион игр в Сеуле, метатель молота. О его смерти сообщается на сайте Всероссийской Федерации легкой атлетики. Смерть произошла внезапно. Литвинов ехал на велосипеде после проведенной тренировки. Внезапно упал. Машина скорой помощи, которая моментально приехала на вызов, уже не смогла его спасти. Говорится в заявлении. 23 января экс-спортсмену исполнилось 60 лет. Помимо золотой медали в метании молота на Олимпийских играх 1988 года, в активе Литвинова две победы на чемпионатах мира, а также серебро Олимпиады-80. Ему принадлежит действующий олимпийский рекорд, установленный в Сеуле – 84,8 метра. По завершении спортивной карьеры Литвинов приступил к тренерской деятельности и работал с сыном Сергеем Литвиновым-младшим. В 2013 году Литвинов-младший стал чемпионом России в метании молота. И продолжаем выпуск. Сочинские газовики провели профилактические работы на мемориале в завокзальном районе. Для обеспечения надежного и бесперебойного горения в канун Дня защитника Отечества сотрудники «Сочи-Гургаза» очистили от копоти и нагара горелку и сопла вечного огня. Проверили герметичность запорной арматуры, смазали отключающее устройство и очистили от скопившегося мусора внутреннюю чашу. После этого огонь вновь зажгли. Для начала праздничных мероприятий 23 февраля специалисты проведут профилактические работы на всех мемориальных комплексах Большого Сочи. Конкурс «Песни и строя» проходит в Сочи в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Участвуют в нем все школьники города. Ко дню защитника Отечества ребята должны научиться маршировать, а еще узнать о доблести, военной выдержке и дисциплине. Сегодня свои навыки перед членами жюри конкурса демонстрировали учащиеся школы Центрального района. Расскажет Инга Габешия. Направо! Во! Раз, два! На лево! Во! Раз, два! Марш! У каждого отряда свой командир. И не всегда в этой роли старший товарищ. Команды здесь отдают и девочки, и ребята на голову младше членов отряда. Звание может заслужить каждый отличившийся. Правда, помимо громкого голоса, школьник должен следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Но и конкурс никто не отменял. И один из его этапов – это строевая песня. Песню! Сапфи! Пой! Нам нужны такие корабли на море, чтобы мы могли с любой волной поспорить. Команда сплачивается. У нас собрались все три класса, восьмые с первой гимназии. Нас подружили все, стали просто одним целым. Считаю это очень патриотически. Это важно знать историю и участвовать в таких мероприятиях. Некоторые научились разбираться, собирать автомат. Некоторые научились идти строевым шагом. Некоторые захотели пойти сразу в военное училище. Оценивала школьные отряды, компетентные жюри, в числе которых и ветераны, и военные нашего времени. Здесь идет большая патриотическая работа с молодежью. Правильно показывать тех героев, которые сейчас в наше время совершают подвиги. Сейчас широко освещается в средствах массовой информации и подвиг наших пилотов. Я думаю, что нашей молодежи нужно видеть не только какую-то мирную жизнь, но и то, что творится за пределами нашей страны. И ценить тот мир, который у нас сейчас находится в нашей стране. Месячник обороны массовой и военно-патриотической работы – это не только конкурс песни и строя. Есть и масса других мероприятий, где ребятам прививают интерес к географии и истории России и ее народов. Героев, выдающихся ученых и полководцев. Ребята, помимо этого, ухаживают за памятниками героям, проводят военные спортивные игры. Во всех школах практически организации ветераны боевых действий провели уроки мужества. Это, в общем, закладывает в них определенную основу. Они этим гордятся. Финал конкурса состоится 27 февраля на закрытии месячника обороны массовой и военно-патриотической работы. На площади у Зимнего театра соберутся лучшие отряды победители районных конкурсов. Но на этом работа по патриотическому воспитанию молодежи не заканчивается. В Сочи сразу стартует еще один конкурс – «Герой моей семьи». Задача подрастающего поколения – собрать материалы о своем деде или прадеде, участнике войны. Итоги этого конкурса подведут ко дню победы. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Тропой открытий Вернадского под таким названием в Сочи сегодня открылся региональный конкурс исследовательских работ учеников пятых-седьмых классов. В нем принимают участие 120 школьников Краснодарского края. Цель конкурса – выявление и поддержка талантливых учеников, настроенных на исследовательскую работу. Сегодня ребятам надо было защитить свои проекты на стендовой экспозиции. Лучшие работы будут участвовать в секционной защите. Пять лауреатов пятых-седьмых классов и 12 лауреатов старших классов войдут в состав команды Краснодарского края для участия во всероссийском этапе конкурсов исследовательских работ. Он состоится в Москве. Имена лучших назовут в среду, 21 февраля. Юрий Башмет дал мастер-класс воспитанникам своих школ из разных регионов России. Урок был открытым. На встречу с маэстро могли прийти все желающие. В зале был аншлаг. На творческую встречу пришли не только профессионалы. Поэтому Юрий Башмет старался делать замечания своим подопечным так, чтобы его понимали все присутствующие. Нет. Лера, Лера, извини. Это звучит... Та-да... Мы должны понимать, что ты не идешь вот так правый, потом левый, а вот как в армии, знаешь, левый, левый. Это должно быть... Та-дам... Ты должна начать. Урок продолжался около часа. После этого пришедшие смогли задать вопросы маэстро. В основном о фестивале. Но говорили и о политике, поскольку Юрий Башмет еще и доверенное лицо кандидатов президента России Владимира Путина. В частности, маэстро, как руководитель коллектива, который часто бывает на зарубежных гастролях, выразил свое мнение о том, как сейчас воспринимают нашу страну в мире. Вот что он сказал позже в беседе с журналистами. Если в советское время боялись, то сегодня побаиваются немножко, но больше уважают. И вот это мне очень нравится, что за моей спиной, когда я тут приезжаю, меня уважают. Я уважаемый гость из уважаемой страны. Кстати, по мнению Юрия Башмета, хорошо, что в предвыборной гонке участвует много кандидатов. Это позволит жителям России принять действительно взвешенное решение на голосовании 18 марта. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго. До встречи в эфире. Продолжение следует...